Один из лучших подбирающих и защитно ориентированных больших в лиге, Деандр Джордан, очевидно не останется без внимания этим летом, если сделает то, чего от него ожидают, а именно откажется от последнего года в контракте. На протяжении своей отличной карьеры Джордан трижды попадал в символические сборные по итогам сезона, один раз в первую и два в третью, а также дважды удостаивался попадания в пятерку лучших защитников. В нынешнем сезоне, несмотря на потерю одного из топовых распасовщиков в лице Криса Пола, показатели Джордана остались примерно на том же уровне. Он забивал 12 очков, делал 15,2 подборов, это второй в лиге показатель, и лучший в карьере полторы передачи за игру, бросая с игры с процентом 64,5. Даже без Пола, Деандр остался одним из лучших финишеров после пик-н-роллов, забивая 1,25 очков за владение. Это четвертый результат среди всех игроков, совершивших минимум 140 таких попыток, согласно Synergy Sports. Хотя в этом межсезонье большого круговорота денежных средств ожидать не приходится, на игрока уровня Джордана будет охотиться не одна команда. Предложит ли хоть кто-то ему годовую зарплату в 24 миллиона сумма, которая положена за последний год в Клиперс? Скорее всего нет, но возможно шанс на получение еще одного относительно большого и долгосрочного контракта заставит центрового выйти на рынок свободных агентов, особенно учитывая, что ему стукнет тридцатка до начала следующего сезона. А сегодня, как обычно, 4 варианта продолжения карьеры центрового. Сакраменто Кингс Если брать команды в режиме перестройки, имеющие много кэша этим летом, есть ли хоть одна из них, кто с большей долей вероятности кинет эти деньги в 29-летнего игрока, чем Сакраменто? Они уже демонстрировали подобное победение год назад, когда к всеобщему удивлению подписали Джорджа Хилла, которого зимой уже обменяли, Зака Рэндольфа и Винца Картера. Поэтому Кингс нельзя списывать со счетов и этим летом в их желании подписать больше ветеранов. Определенный игрок калибра Джордана сможет принести гораздо больше пользы. Их дуэт с молодым разыгрывающим Диароном Фоксом в игре на пикинроллах может помочь скорейшему развитию последнего. А также это способствует большему количеству открытых бросков для шутеров Богдана Богдановича и Бадди Хилла. Подписание Джордана не станет панацеей для Кингс, но учитывая настрой организации на разбавление молодого ростера ветеранами и тот факт, что генеральный менеджер Влада Дивитс может не пережить еще один сезон с 25 победами, дает определенное право предполагать серьезность намерений королей по отношению к центровому. У них есть Уилли Колли Стайн, но за три года пребывания в команде он так и не смог застолбить за собой роль беспрекословно главного пятого номера в команде. Нью-Йорк Никс Любые планы, которые Нью-Йорк Никс могли иметь на этом межсезонье, вероятно будут отложены до лучших времен из-за травмы лидера Кристопса Порзингиса. И тем не менее, если у Нью-Йорка появится шанс улучшить свой ростер элитным центровым, как Джордан, они попробуют это сделать. Порзингис неоднократно заявлял, что предпочитает играть четвертым номером рядом с традиционным центровым. Игрок Клиперс сформировал бы мощный тандем с Порзингисом, как только латыш вернется в строй полностью здоровым. Джордан это рим протектор и подбирающий большой, в то время как Порзингис растягивающий четвертый с отличными навыками игры в нападении. В нападении и проваливании Джордана под кольцо откроют много свободных дальних бросков для Порзингиса, конечно при условии хорошей игры защитников, с этим в Нью-Йорке как раз пока полная беда. Есть еще одна проблема относительно возможного перехода Джордана в Никс. Это может произойти только если их нынешний стартовый центр НС Кантер откажется от последнего года в контракте и выйдет на рынок свободных агентов. Несмотря на то, что в следующем сезоне Турок должен заработать более 18 миллионов долларов, все же есть шанс, что он выйдет на рынок после того, как провел статистически лучший сезон в карьере. Возможный уход Кантера способствует сразу как освобождению места в платежной ведомости, так и освобождению позиции основного пятого номера, которую отлично мог бы заполнить Джордан. Несмотря на то, что в следующем сезоне Джордану исполнится уже 30, и возможно он не совсем вписывается в Никс, которые пытаются построить молодой костяк, ведь Деандр это скорее элемент, которого может не хватать сильной команде, а никак не геймчейнджер. Но что касается перестроек, то Нью-Йорк никогда не отличался большой терпеливостью. Лос-Анджелес Лейкерс Как я уже говорил в роликах про Джорджа, Рэндла, а Лейкерс в этом году является претендентом на любого топового агента, у них больше всех свободного места в платежной ведомости этим летом. Ни для кого не секрет, что их главная цель в межсезонье сейчас тащит свой Кливленд в очередной финал, но чтобы заманить Леброна, Мэджику и Робу Пелинки для начала нужно немного укрепить состав. Да, вы можете спорить со мной, говоря о том, что у них и так есть супер молодежь, но пока в таком составе они даже до плей-офф могут не доехать, поэтому если фронт-офис Л.А. хочет ускорить процесс развития попыткой подписать Джеймса, было бы разумно приобрести кого-то, с кем он в хороших отношениях. Многие считают, что этот кто-то Пол Джордж. А как насчет Деандра Джордана? Кливленд был одной из тех команд, кто всерьез интересовался приобретением Джордана в дедлайн, а мы все знаем, что к любому обмену Кливленда Леброн имеет прямое отношение. Более того, имея так много игроков на новичковых контрактах, Лейкерс спокойно могут дать Джордану большие деньги, если это поможет им в погоне за Джеймсом. Поможет ли подписание Бигмена, которого Лейкерс легко могут себе позволить, склонить Леброна к переезду на запад? Знать этого невозможно, но точно не повредит. Лос-Анджелес Клиперс Как и в ситуации со многими свободными агентами, самый вероятный исход для Джордана – это возвращение в свою нынешнюю команду Клиперс. Мало того, что они обладают правами Берда на него, что позволит им выйти за потолок зарплат при подписании, стоит также отметить, что ни много ни мало последние 10 лет команда неразрывно связана с Бигменом. Учитывая, что Джордан по-прежнему играет на высоком уровне и собственную сомнительную историю франшизы с длительным пребыванием игроков в команде, у Клиперс есть основания для продолжения союза. Особенно после переподписания Блейка Гриффина на долгосрочный контракт прошлым летом с обещанием стать величайшим игроком в истории франшизы просто для того, чтобы обменять его несколько месяцев спустя. Хорошим способом очистить карму от этого фиаско было бы добросовестное отношение к Джордану. Клиперс могут договориться о переподписании контракта по более выгодной для команды цене, такой, которая устроила бы обе стороны. Вместо того, чтобы платить ему 24 миллиона в следующем сезоне по действующему контракту, они могут согласиться на трехлетнее соглашение в районе 45-50 миллионов. Джордан при этом получает долгосрочный контракт и достойную зарплату, а Клиперс сохраняет своего франчайз-центра за разумные деньги. Субтитры сделал DimaTorzok